Спонсор данного ролика CSGOFAST. Это один из первых сайтов CS индустрии. Здесь большое количество различных режимов, огромное обилие подарков и розыгрышей. Ну и конечно прежде всего, это надежный сайт, который существует достаточно давно. Ссылку на сайт и на мой промокод в 1$ вы найдете в закрепленном комментарии. Ситуация на Инферно, в которой мой тиммейт убил игрока на банане, но остался еще один защитник на квадрате. Нужно его выкурить. Пока мой мейт дал молотов за цемент, я откидываю молик на старт, для того, чтобы зажать игрока на квадрате. Услышав, как он подгорел на цементе, я решаю начать простреливать стену, так как эта позиция одна из двух, куда бы он мог встать. Удачно прочитав и прострелив его, я ожидаю третьего игрока, который перетянулся с А плента. Мои тиммейты предлагают выйти на Б, и поэтому я решаю выйти в плент контактом. Мне показалось, что я увидел игрока за гробами, я выстрелил и спалился, но его там не было, поэтому я решаю откинуть дым в КТ и попытаться зайти в плент. Но я даже не подозреваю о том, что моя команда молча решила пойти на А. Я открыл Б плент, но тиммейт почему-то решил умереть на А. К счастью, инфы о бомбе у них нет, так как КТшник был в пленту, а мой тиммейт с бомбой еще не успел спалиться. На Б чисто, поэтому один из врагов мог перетянуться. На таймере 13 секунд, у меня в руках бомба, и враг где-то в пленту. На удачу я пытаюсь прострелить стену, и захожу в плент с тиммейтом. Не сваншотив в него, я решаю ставить бомбу до Талава, нужно рисковать, иначе шанса выиграть у меня не будет. Если он замешкается и даст поставить плент, он проиграет раунд. Разобравшись с ним, я занимаю выгодную позицию, и рискую аж до у противника только на лангу.